Первое, что мы узнаём о Йогане Себастьяне Бахе, великий немецкий композитор первой половины XVIII столетия. Вот только приглядимся повнимательнее к этой характеристике. Великий. А, собственно, когда его в Велике-то произвели? В Велике, совершенно очевидно, что при жизни Баха считали великим органистом, а вот великим композитором его никто не считал. Там в своё время была составлена некая табель о рангах, и первые три места в ней занимали имена нам, в общем, известные – Гассе, Гендель, Телеман. А дальше шли ещё три человека, о которых сейчас и в Германии – это специалисты, мало кто знает. Не буду называть их фамилией. Бах был на седьмом месте. Поэтому к слову «великий» по крайней мере надо приглядеться. Точно так же нужно приглядеться к определению немецкий. Родился в Тюрингии, образование закончил в городе Люнебурге, а этот город принадлежал к союзу городов Ганза. Работал в герцогстве Ваймарском, в княжестве Ангольд-Кётенском, затем в Саксонии. Ни разу в биографии в этом плане не встречается слово «немецкий» по одной простой причине – не было тогда такой страны – Германия. Слово «дойчланд» определяло общность языка, общность «дойча», на котором все вот эти вот крупные, мелкие княжества, герцогства, королевства говорили с разными акцентами, с разными выговорами. А что такое первая половина XVIII века? Уже давно сказано, что каждое столетие имеет начало, середину и конец. А кроме того, и в этой самой первой половине XVIII века при жизни Паха сменилось три поколения музыкантов. И социально-исторические, культурно-исторические условия менялись тогда очень быстро. Идёт подготовка гигантских тектонических сдвигов, которые вызовут Великую Французскую революцию. А она отзовётся не только во Франции. Пока это подспудные подземные толчки. Но мы увидим, что перемена вкусов, перемена обстановки, перемена атмосферы непосредственно скажется на творчестве Баха. Вот что такое великий немецкий композитор первой половины XVIII века. Ему было просто на роду написано стать музыкантом. Когда Баху было около 50 лет, он составил список тех, кого он знал под своей фамилией, лично или документально. Получилось 52 человека, начиная с прапрадеда Витуса Баха, родом из Венгрии. Так вот, 42 человека из этих 52 были музыкантами. Он родился в семье музыкантов. В небольшом городе Айзенахе. Хотя по меркам того времени 7 тысяч населения – это не маленький город. Первые уроки музыки получил у отца. А отец в это время был на службе города, горсовета конкретно, и он руководил всеми мероприятиями городской музыки. Он учил молодого Себастьяна, а Себастьян был седьмым ребёнком в его семье. Он учил играть на фортепиано, играть на скрипке и основам нотной грамоты. В 10-летнем возрасте Бах осиротел. Сначала умерла его мать, и меньше чем через год умер его отец. Себастьяна взял на воспитание его самый старший брат. Он жил в городе неподалёку, он был органистом в церкви этого города и тоже пользовался весьма заслуженным авторитетом. С мальчиком он продолжал заниматься уроками на клавире, на органе, продолжал заниматься с ним уроками на скрипке и, естественно, первыми навыками, первыми правилами композиции. Всё это шло, как правило, тогда в комплексе. Кроме того, в этом городе, в Ордорфе, Бах поступил в гимназию. Учился он очень успешно. Четыре года, четырёхлетнюю программу он завершил за три года с отличными оценками и получил очень хорошую практику пения в школьном хоре. В общем, это была разносторонняя и серьёзная подготовка. Но годы шли. У брата увеличился состав семьи, и Себастьян уже почувствовал, что ему пора самому зарабатывать на свой хлеб. В 15-летнем возрасте он отправился довольно далеко на север, в Люнебург. Там нужны были мальчики для пения в церковном хоре. В Люнебурге Себастьян уже сам зарабатывает себе на жизнь. За три года он закончил здесь гимназию и, собственно говоря, платит ему за то, что он поёт в церковном хоре и играет на скрипке в оркестре. Здесь он может познакомиться с искусством одного из крупнейших немецких органистов того времени. В этом же городе работал Георг Бём. Брал ли Бах у него уроки – неизвестно. Слушать – однозначно слушать мог. Наступает ломка голоса. Некоторое время Себастьяна ещё держит при церкви, потому что он в оркестре скрипач. Но в конце концов ему говорят, нет, нужно искать другое место работы, когда-то он и сам чувствует, что нужно искать нечто постоянное и надёжное. Примерно полгода он пробует себя в разных местах и, наконец, устраивается на постоянное и действительно надёжное место, место церковного органиста в городе Арнштейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова